Мы в общем путешествуем с товарищем. Отпуск начался у него, у меня заканчивается. Че ржем? Иное количество месяцев тому назад, где-то весной, сбежала кенгуру из здешнего местного, небольшого локального зоопарка. Ну и как-то мужики ночью ехали, кто-то пьяный, кто-то полупьяный, кто-то за рулем трезвый, и увидели ночью кенгуру в наших этих самых реалиях. И они начали ржать, но засняли его, потому что сказали, что никто не поверит, что кенгуру встретили в Норвегии. В общем, это кенгуру продолжает, сейчас у нас уже конец июля, это кенгуру продолжает прыгать по норвежской природе, и периодически то там, то ся, но ее или его встречают. Не знаю, мальчик это или девочка. А тут, значит, на Медне опять увидели, но уже в другом месте, где-то километров за 50, наверное, это кенгуру. И народ начал уже ржать. Значит, здесь в Норвегии есть такой знак, лось. Мал, осторожно, лоси могут переходить дорогу. Ну, в одном из этих мест, где вот был вот этот знак, говорят, что немецкие туристы очень любят этот знак, и они периодически его, так сказать, берут попользоваться, увозят с собой. И вместо одного из таких знаков народ прикололся и повесил знак «Осторожно, кенгуру». И тут вот мы сидим и рыжем. Ну, говорит, мы скоро будем ехать мимо этого места. Вот он, по-моему, этот знак. Мал, осторожно, кенгуру. Вот он. Абсолютно. Поэтому, в общем, мы будем проезжать мимо этого места, где этот знак. Обязательно остановимся. С этим делом надо запечатлеть, так сказать, историю. Говорится, пошли посмотрим на новый знак. Вот. В общем, у нас есть кенгуру. Здесь у нас дачная территория. Ой, какие прям окна в пол. У меня здесь еще никогда не была. Это тоже Гаутэфал, только повыше. На самом-самом верху. Новые дома построены и будут строиться. Что-то уже обжито, что-то продается. Детишки. Крыши. Домов очень интересные в виде. Травка на них растет. Даже здесь, в горах, можно найти такую хюндапюсер. Это пакетики для собачек, которые в натуре, на природе, чтобы не оставляли, так сказать, неприятных ощущений на ногах. Сейчас посмотрим. Маленький стульчик такой. Сейчас посмотрим на всю красоту. О, там. Вот здесь у нас Гаутэфал. Отель. Там мы гуляли. Там где-то, где-то была. Вот. Красненькое здание. Это мы летом снимали там. На выходные несколько дней. Это дача от Красного Креста. Ну, летом она не используется. Используется, когда сезон. Вот. И вот гуляли вокруг этого озера. В общем, красиво. Здесь ресторанчик. Ну, по-моему, сейчас это уже всё закрыто. 1986-й. Гаутэфал Альпин-Центр. Стэнг, это сезон. Так, фориорь. Сэс тиль Юль. Увидимся закрыто в этом сезоне. Спасибо за год. И увидимся на Рождество. Вот у нас какой стульчик. Видео ситэпадэн? Да. Такой стульчик. Гаутэфал. Ох, какая красота. Только слышно, как машины ездят внизу. Да, бигдэдэрэдэн. Красота. Твой ветерок прохладненький. Много лет тому назад, вот на месте этого озера, было такое болотце. Там много ручейков. Ну, в общем-то, спустя какое-то время они смогли это все почистить, привести в порядок и сделать озеро. То есть, вода сверху приходит сюда, ходит вниз туда. Ну, озерцом можно купаться в нем. Муж говорит, когда строили вот этот альпин центр, значит, он сидел тоже вот в такой кабинке и продавал билеты проезжающим, ну, чтобы подняться на гору, на лыжах покататься. Так, говорит, он всегда сидел вот в такой конурке и продавал билеты. Восемьдесят шестой год. Я говорю, это самое, посмотри. Это, получается, вода стекает вот в этот жёлоб. Жёлоб деревянный. А, точно, сейчас. Забралась таки. Вот, тут на стол можно залезть. Вот, и вот такой жёлоб из дерева сделан. И вот он идёт, вода отсюда. Крыша. Обычная, так сказать, норвежская. На дачах вода скатывается, стекает сюда. Вот из этого. И вот там уже по цепочке стекает вниз. Вот, и вот закрепляется вот эта цепь в дырке. По периметру. А почему цепь? Когда вода капает, она пробивает. А так она идёт по цепочке. Очень медленно-медленно-медленно. Стекает вниз и уходит вон туда, в этот самый. И уходит ниже. И тогда не разбивается, знаете, как вода капает возле камня. Вот так она просто стекает по вот такой красоте. Стекает и не разрушает ни деревянное покрытие, ни асфальт, ни камень. Такие интересные вещи. С этой стороны тоже вот оно закреплено. Водичка идёт вниз, вниз, вниз. И вот сюда стекает. Можно даже вот пошевелить. Камешки положили, чтобы оно лучше дренировалось. Очередь на мост. Здесь мост односторонний. Сначала в одну сторону едут, потом в другую сторону едут, потом опять в одну, потом опять в другую. Очень красивое место в Триунгене. Здесь люди приезжают отдохнуть. Здесь хорошие места для кемпинга. Можно рыбку половить, можно искупаться. Можно просто понаслаждаться видами. Через пару недель будет здесь фестиваль музыкальный. Называется Триунген фестиваль. Очень многие группы, ну, известные и не очень известные, приезжают поиграть. И это одно из самых больших увеселительных мероприятий в наших, так сказать, дебрях. В общем, народ сюда стремится задолго. Приезжают с кемпингами, спят, отдыхают. В общем, три дня тусят. Слушают музыку, пьют, гуляют, танцуют. Находят любовь в себе на всю оставшуюся, на все оставшиеся трое суток. А тут у нас красота. Вы только гляньте на это. На эти камешки. Вот где народ. обитает на самой-самой верхотуречке. Вот так вот смотришь на это все, как будто забор из скалы сделан. Я там дальше. Тур-де-франц. Маленький филиал. Тур-де-франц. Вот эта вещь сохраняет, когда снег идет, чтобы он не падал на дорогу. Он канвисто пехарь. И канвисто пехарь. Эля дарь. И канвисто пехарь. Так, вот это очень гладкая, скользкая поверхность. Вот здесь у нас такой шикарный вид. Ух! Красота же! Даже видно, как волны внизу барашки беленькие появляются. Какая-то ни одной машины не было, откуда их набежала. Ха-ха-ха! Вверх... Вверх... Ох... М claiming не zoals невероятно odeфильм цифер tunes и медisse first именно вот так вот оберегают чтобы не падало ничего сверху есть разные виды ограждения есть падение камней есть металлические сети есть бетоном закрепляют но первый раз вижу что такое металлическое плюс еще с каким-то резиновым покрытием что ли что-то такое пластиковое наверное чтобы не сползала вот кстати видно что немножечко вот опадает и поползновение на дорогу это мы въехали в феррис дал здесь вон кемпинг очень большой огромный я когда-то здесь сделала карту феррис дал написано а вот там чуть дальше остановила полиция и влепила мне штраф за то что я была без ремня безопасности а его никуда нельзя было при 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 собачить потому что сломался вот этот держатель который держит металлическую скобу и все ввалили мне штраф здесь представляете до сих пор помню и страдаю если не ошибаюсь где-то здесь недалеке есть одна крафтверка это так сказать частные в общем место где вырабатывается электричества там речка спускается в специальный домик электростанцию такую маленькую и вот она производится электричество для частных пользователей частного а еще феррис дали осенью вернее под конец и под конец августа проводится скажем так феррис дал трев место где встречаются мотоциклисты это где-то в конце августа они начинают ехать четверг пятница суббота туда а в воскресенье назад и народу в этих местах немерено можно остановиться магазин бензоколонка так периодически сюда заезжаем даже сюда заедем местные достопримечательности практически а напротив маленький аэропортик какой автомобиль рядом с магазином юбки можно даже купить кое-какие цветочки пошли глянем спагетти за 10 какая тут у нас красота что почему 99 за 100 ударь это пиона а здесь все по девяносто девять фокси симпатичненькие а пахнут как здесь аэропорт муж говорит когда молодые были прилетели на самолете сюда такой маленький кукурузничек прилетели сюда из дронметалла зашли на бензоколонку съели по сосиске и полетели назад домой малая авиация куда хочу туда лечу у нас путешествие как всегда муж впереди на 20 метров и позади него шкандбаю потому что мне нужно посмотреть налево мне нужно посмотреть направо подойти что-нибудь пощупать и вот рябинка уже формируется нам нужно в хамарин путешествие туда-сюда 3 топ веген конча дымовара и дэн ретний это вот здесь мы можем пойти вот так мы можем пойти так так такой интересный а вот эту ягодку называют криклинки вот как она называется по-русски я к сожалению не знаю очень вкусные ягодки из них делают потрясающее желе здесь еще одна здесь же и черничка и брусничка и даже вереск для ленивых туристов даже дорогу сделали чтобы ходить было удобнее здесь даже есть туалет с сердцем есть место где можно посидеть погрелить а это у нас место где можно посидеть открыто закрыто ну что там у нас здесь можно посидеть зимой и пожарить сосисочки вот домик а здесь можно летом посидеть отдохнуть здесь можно развести огонь а здесь можно просто посидеть отдохнуть лавочки сделаны столы и навес чтоб не капала на темечка можно и набрать иван чая и сделать копорский чай дорожка нас вывела к озеру вот такой мишка есть который чешет спину и и и и и и и Продолжение следует...